Крещение – это просьба к Богу о чистой совести. Именно так в Библии говорится об одном из самых долгожданных праздников у православных христиан. По преданию, в этот день Спаситель крестился в реке Юордан. И в память об этом люди в ночь с 18 на 19 января окунаются в освященную воду. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилак провел молебен, обратился к собравшимся за словами на путьстве и пожелал всем исцеления души и тела. Мы будем молиться и о нашем доме, о нашем благословенном Кавказе, о городах, станицах, аулах и селах нашей республики. Мы будем молиться о том, чтобы благословение неба всегда продолжалось миром на земле. После благословения священнослужителя и обряда освящения воды под звуки церковных песнопений верующие начали отважно погружаться в воду для безопасности под внимательным взором спасателей. Перед тем, как идти купаться, нужно соблюдать некоторые правила. Первое. Раздеваться нужно снизу вверх, чтобы грудная клетка в самую последнюю очередь оказалась на морозе. А купаться нужно обязательно с головой, чтобы не было спазмов сосудов. Люди, которые не подготовлены и купаются первый раз, в воде нужно находиться 3 секунды. Ну а которые уже это практикуют многие годы, в воде могут находиться 10 секунд. После того, как вы искупались, нужно обязательно обтереться полотенцем. И одеваться уже нужно будет сверху вниз. Ирина Вахненко в числе смельчаков, отважившихся первыми почувствовать на себе все прелести крещенского купания. В свои 65 лет она гордится отменным здоровьем. То, что вот уже много лет она и не вспоминает о болезнях и простуде, Ирина связывает именно с целительной силой купели. Очень мне нравится, я с удовольствием. Но дочка приучила меня уже 5 лет к ряду, я хожу. До 60 не купалась. После 60 стала купаться. Традиция окунаться в купель в зимнюю стужу уходит глубоко в историю. Полагают, что святая вода способна очистить человека не только снаружи, но и духовно. Как ваши ощущения? Ох, как заново родился. Сразу организм как бы насыщается адреналином. То есть, ну, непередаваемые ощущения на самом деле. И не жалею вообще. Очень-очень рада. Дети купаются. Это прекрасно. Это прям по-настоящему чисто. Мне уже получше, конечно, стало. Кажется, вылазь очень сильно холодно. А сейчас нормально. Ногам, правда, чуть-чуть холодно. А так нормально. Как твои ощущения? Отлично. Только немного холодно, совсем чуть-чуть. Всего в купаниях приняли участие более двух с половиной тысяч православных жителей Карачаева-Черкесии. И среди них было много детей. Для одних это первый опыт ныряния в прорубь. Для других такая закалка – добрая традиция. Как твои ощущения, поскольку ты купалась? Отличные. Советуешь другим? Да. Купаемся уже второй год подряд. И не болеем, нам очень нравится. Всем советуем. Я первый раз здесь, мне очень страшно и очень холодно. Честно говоря, мне понравилось. Я сделала не очень так, как я хотела, но мне понравилось, я приду еще раз. Сейчас очень даже тепло стало. Какой раз ты купаешься? Уже, наверное, третий или четвертый раз. Будешь продолжать? Да. В многонациональной Карачаево-Черкесии вот уже многие годы на крещение Господне приходят не только православные жители, но и мусульмане. У Марка Аркмазов вот уже 15 лет ныряют в прорубь и считают, что такая славная традиция делает крепче дружбу между разными религиями. Бог один. Купаемся по-другому. Ранницы нету. Что христиане, что мусульмане. Около купели были и места для переодевания, и дополнительные скамейки. А возле больших костров участники крещенских купаний могли согреться и отведать горячего чая. На память о купании каждому подарили специальное полотенце, а самые маленькие ныряльщики вернулись домой со сладостями. Помимо зелёного острова, на территории Карачаева-Черкесии было оборудовано ещё 11 купелей, где по поручению главы республики были предусмотрены все меры безопасности для граждан. Мы обеспечиваем безопасность людей на водных объектах. То есть государственные инспектора, ФКУ «Центр ГИМС» задействованы, отдел по безопасности людей на водных объектах, главного управления МЧС России по КЧР, и, соответственно, студенты защита в чрезвычайных ситуациях. Праздничную атмосферу купания придал концерт с участием творческих коллективов республики. Но если вы не успели искупаться именно в крещенскую ночь, не стоит расстраиваться. По преданию, ещё три дня все водоёмы будут хранить целебные свойства. Юлия Житная, Далиль Мирза, Архыз, 24.